Прошло уже 33 года с тех пор, как последняя колонна советской армии была выведена из Афганистана. Но время не ослабило память о тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой интернациональный долг. Среди них и наши земляки. В этот день по традиции возлагают цветы к памятнику воинов-интернационалистов и вспоминают их заслуги. И сегодня в Парке Победы Черкеска состоялось памятное мероприятие с участием членов правительства, депутатов, ветеранов-афганцев, представителей общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Более полумиллиона солдат и офицеров Советского Союза проявляли самоотверженность и доказывали преданность Родине. Тысячи так и не вернулись домой. Эта война стала страшной трагедией и для наших земляков. 42 воина-интернационалисты из Карачаева-Черкесии погибли в ходе боевых действий. Многие остались инвалидами. Для афганцев это прежде всего окончание войны. Матери перестали плакать по погибшим сыновьям. И соответственно с Афганистана перестали возить гробы. Раненые, калеки, инвалиды, слепые, без рук, без ног. Поэтому это великое дело, когда в 89-м году, 15 февраля, вышел, как говорится, последний контингент советских войск из республики Афганистан. Каждый год Назир Бастанов приходит сюда, чтобы возложить цветы и вспомнить боевых товарищей. Ему посчастливилось вернуться домой в 1986 году. Я лично сам писал рапорт, чтобы туда попасть. Тогда совсем другое время было. Тогда все старались. Все, кто не призывался, все хотели туда попасть. Все хотели показать, что они мужчины. Мать меня ждала. Дай Аллах ей здоровья. Немало слез пролила она, пока я там был. Здоровья ей всем матерям. Всем матерям здоровья. Все ребята, я знаю, что все, все вот из-за матерей в основном старались выживать и выжили. Был совершен обряд дуа. К памятнику воинов-интернационалистов возложили цветы. Али Баташев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия.